Добрый день, дорогие друзья! Я, Евгений Рязанов, рад приветствовать вас в нашей программе «10 минут в AgroSpace». AgroSpace – это платформа, в которой собраны самые разные IT-инструменты. И мне хотелось бы рассказать сегодня о двух этих инструментах. Один из них – электронная библиотека, другой – наш YouTube-канал, в котором мы собираем материалы в электронном виде, полезные для сельхозпроизводителей, переработчиков сельхозпродукции, а также консультантам, агрономам, ветеринарам и другим специалистам, которые занимаются развитием сельскохозяйственного бизнеса. Итак, буквально пару слов про AgroSpace. Как вы видите на главной странице, здесь есть самые разные инструменты. Я призываю вас, кому интересны эти инструменты, загляните к нам на страницу, посетите эти инструменты. Все эти инструменты бесплатные, и вы можете скачать мобильные приложения, 18 различных мобильных приложений, воспользоваться услугами электронной доски объявлений для продажи своих товаров или услуг сельскохозяйственных, а также, как я хотел сегодня бы рассказать, воспользоваться возможностью получения информации в электронной библиотеке. Ну, хотелось бы отметить, что интерфейс всех страниц здесь на нескольких языках, и зайдя в какую-либо из наших страниц, вы, как мы говорим здесь, вы можете увидеть категории в библиотеке, категории или разделы, правильнее сказать, с той информацией, которая представлена в этих разделах. Но, в частности, я хотел бы вам показать, например, раздел «Животные и животноводство». Вы видите самые разные разделы. И в этом разделе показать материалы, которые находятся, в частности, под категорией «Здоровье животных и ветеринарии». И, как вы видите, здесь эти материалы представлены на разных языках. То есть вы можете скачать этот материал, просто нажав кнопку «Скачать». И, в частности, вы видите, здесь есть материал на кыргызском языке. Но я хотел бы сказать, что у материалов разная востребованность. И есть такие материалы, как, например, справочник переработчика плодовощной продукции в разделе «Популярный», вы можете увидеть, что этот справочником воспользовались более 52 тысяч пользователей из разных стран. Безусловно, у разной информации разная востребованность. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что касается электронной библиотеки. Итак, электронная библиотека — это не только инструмент, который позволяет вам добавить материал. И, добавляя этот материал, самостоятельно наш администратор проверяет, насколько этот материал, который вы добавляете, выбрали вы правильно раздел или подраздел, насколько этот материал соответствует этому разделу или подразделу. И мы просим вас также указывать адрес электронной почты при добавлении этого материала. Потому что если вдруг у нас возникнут какие-то вопросы, и эти вопросы могут иметь отношение и к владению этим материалом, то мы будем обращаться к вам по электронной почте. Но я хотел бы сказать, что тот материал, который собран у нас в библиотеке, это материал, которым поделились с нами различные организации по развитию в регионе, в Кыргызстане, Таджикистане, в других странах, и которые используют электронную библиотеку в качестве инструмента управления собственными знаниями. То есть не каждая небольшая организация, занимающаяся предоставлением сельскохозяйственных консультаций или вопросами развития сельской местности, может разработать для себя подобные инструменты, тем более его содержать. И мы предлагаем специалистам из этих организаций воспользоваться нашим инструментом, где они бы могли в соответствующий раздел добавить необходимую информацию. Более того, если вдруг окажется так, что в этой библиотеке нет соответствующего раздела или подраздела, то вы, обратившись к нам, сказав нам об этом, мы можем добавить этот раздел или подраздел. И позже в этот раздел или подраздел вы или мы сами, если вы попросите нас об этом, мы добавим этот материал. Мы хотели бы сказать, что материал в этой библиотеке бесплатный, и добавление этого материала в библиотеку бесплатное. И мы будем очень рады, если вы будете пользоваться этим инструментом, потому что на сегодняшний день у нас из библиотеки общее совокупное количество загрузок превышает полумиллиона раз. То есть люди, которые заходят в эту библиотеку, они на самом деле хотят получить этот материал. И важным преимуществом этой библиотеки является то, что информация, имеющая отношение к развитию сельского хозяйства в регионе, в сельской местности, она систематизирована здесь. И каждый из пользователей может прочитать краткую аннотацию для этого материала и, выбрав этот материал, загрузить его бесплатно. Итак, мы будем очень рады, если вы будете пользоваться услугами нашей электронной библиотеки. Я хотел бы также рассказать о другом инструменте. И этот инструмент YouTube-канал, мы уверены, что многие знают, как работают YouTube-каналы. И в нашем канале собраны, опять же, те материалы, которые мы либо произвели сами, либо получили от кого-то и разместили его там. И эти материалы, которые есть у нас в YouTube-канале, они имеют отношение как к пользованию мобильными приложениями. То есть, пользователи могут просмотреть здесь короткие видео, которые объясняют, как загрузить, как пользоваться мобильным приложением. Но наряду с этим здесь есть и обучающие материалы. И эти обучающие материалы, они имеют отношение, как, например, к выращиванию томатов. И эти материалы могут быть на кыргызском, либо таджикском языке, русском языках. Материалы могут быть адресованы перерабочикам сельскохозяйственной продукции, ну, в частности, по системам пищевой безопасности. Могут быть и материалы, которые будут полезны для фермеров. Но, в частности, если фермер не знает, например, как приготовить бордосскую жидкость. И вы видите, что 153 тысячи пользователей просмотрели этот материал. И мы уверены, что этот материал был для них очень полезен. Либо, ну, вот, к примеру, другой материал о кашемировых козах в Чоналайском регионе Кыргызстана. Этот материал на кыргызском языке, вы видите, что у него более 240 тысяч просмотров. Мы уверены, что количество просмотров, особенно материал на кыргызском языке, это было полезным просмотром для большинства фермеров, которые занимаются производством кашемира и содержанием таких коз в высокогорных районах Кыргызстана. Итак, пожалуйста, заходите, пользуйтесь нашими инструментами. Эти инструменты будут полезны вам для вашего бизнеса. Подписывайтесь в наш телеграм-канал, подписывайтесь в наш ватсап-группу, в наш телеграм-канал, наши другие социальные сети, будьте в курсе тех изменений, новостей, и мы будем рады работе с вами, предоставлению вам нужной и полезной информации. Большое спасибо за то, что вы были с нами сегодня. До следующей встречи в другой передаче. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова